Страны-члены движения «Неприсоединение» оказали большую поддержку в деле донесения азербайджанских реалий до мирового сообщества в ходе 44-дневной Отечественной войны. Азербайджан, в свою очередь, намерен и дальше развивать и укреплять связи с участниками организации. Сегодня на первый план выходит развитие региона и поддержание мира и стабильности. Подробнее участие организации в этом процессе обсудим с Ахмедом Алили, исследователем по международному управлению. Здравствуйте, спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте, благодарю за приглашение. Хотелось бы подчеркнуть, что председательство Азербайджана в организации продлено еще на один год. О чем говорит такое решение и каких успехов удалось добиться Азербайджану во время своего председательства уже? Мы можем интерпретировать это по-разному. Очень много разных причин могут быть, почему эта организация поступила таким образом. Но я думаю, что основные причины, есть несколько основных причин. Это, в первую очередь, благодарность Азербайджану за те действия, которые Азербайджан предпринял во время пандемии. Я думаю, что президент Азербайджана смог мобилизовать все ресурсы этой организации и привлечь внимание на тот факт, что есть страны, а это основные страны, члены организации «Неприсоединение», и они остались вне внимания организаций, которые предоставляют вакцины. И эти организации тоже должны иметь вакцины. И вот вакцинопатриотизм, он мешает, чтобы продвигать вакцинированное во всем мире. Вот это, я думаю, что это очень понравилось странам, членам организации «Неприсоединение». Ну и другая очень важная причина, я думаю, что эта организация уже видит Азербайджан для себя как модел, как страна должна действовать, чтобы защищать свои интересы. И в этом контексте с этой организацией и Азербайджаном появляются очень хорошие связи, взаимоотношения. Вот в этом контексте Азербайджану предоставляется больше защиты от имени этой организации. Мы все знаем тот ролл, который играла эта организация во время Второй Карабахской войны, когда в САБИЗе ООН обсуждались вопросы, и члены этой организации помогли Азербайджану. И я думаю, что вот в этом плане члены этой организации хотят показать, что те механизмы, которые были, помогли Азербайджану, они все, что остается с Азербайджаном, еще на один год. И это своеобразная защита. Если какая-то из стран, если какой-то из военных блоков потом решит, что он уже как бы может привлечь Азербайджан на свою сторону, изменить балансированную политику Азербайджана и оказать определенное давление на Азербайджан, вот эта организация показала, что они это не позволят, и будут предоставить свою защиту Азербайджану еще на один год. Ну и естественно, сам по себе, то, что член этой организации выиграл войну, защитил суверенитет своей страны и восстановил свои границы, это создает определенную пассионарность для этой самой организации. Очень долгое время считалось, что эта организация, для нее нет места в новом мировом порядке. То есть, если раньше во время холодной войны эта организация играла какой-то ролл, сейчас это нет. Вот поэтому последние 30 лет эта организация для себя искала поводы для существования. И вот сейчас у него это есть, это Азербайджан показал, что когда они вместе, они могут идти против установленных, скажем так, норм и порядок, и чтобы защитить свои интересы. И вот это создает определенную пассионарность внутри организации, естественно, это создает определенную симпатию в сторону Азербайджана, и члены-представители этой организации хотели бы видеть Азербайджан на этом посту намного больше. Ну и, естественно, это признание эффективности работы Азербайджана во время президентства Азербайджана в этой организации. То есть, признание эффективности, это показывает на то, что Азербайджан уже имеет опыта работы с такими организациями, работы в рамках и исламской организации, и этой организации. А вот какие, на ваш взгляд, самые важные инициативы Азербайджана в период председательства можно подчеркнуть? Я думаю, что, во-первых, это, прежде всего, касается того, как Азербайджан работал по поводу акций. Очень многие члены организации неприсоединения, они являются сторонами третьего мира. Это те организации, которых нечасто слышат. Это те организации, которые не могут по отдельности выступать и заявлять о своих потребностях, о своих нуждах. И вот в этом контексте то, что сделал Азербайджан, и президент Азербайджана, он неоднократно говорил про то, что эти организации тоже должны иметь доступ к вакцинам, в то время, когда за вакциной шли очень жестокие, я бы сказал, даже мини-воины, мини-бюрократические, дипломатические войны в разных континентах. Вот именно в этот период Азербайджан выступил за то, чтобы сделать так, чтобы эти организации не оставались... Эти страны, а организации не оставались вне внимания. Вот таким образом, я думаю, что это... Вот таким действием Азербайджан привлек к себе внимание со стороны членов организации неприсоединения. А вот какую поддержку и во время войны, и сейчас, во время восстановления освобожденных территорий, оказывает организация Азербайджану? Я думаю, что вот сейчас, когда уже идет процесс реконструкции Карабаха, нам уже станет известно детали о том, какие страны будут играть какой ролл, но в целом видится, что очень многие страны заинтересованы в работе на этой территории, и у каждой страны есть свой определенный отрезок, в котором он... у него очень разные технологии и имеется хороший опыт работы. Вот в этом плане, я думаю, что Азербайджан будет привлекать эти страны в эту работу. Да, большое вам спасибо. Я напомню, сегодняшние реалии и членство Азербайджана в организации движения неприсоединения мы обсудили с Ахмедом Алили исследователем по международному управлению.